добрый вечер дорогие партнеры и уважаемые гости нашей сегодняшней встречи с вами голод амбассадор не наша шуков связь как меня слышно как видно пожалуйста поставьте плюсики отзовитесь нашу работу у нас сегодня очень такая сложная тема основанная на цифрах маркетинг план компании и пиел сравнение с типовыми маркетинг планами вообще в индустрии и друз индустрии млм очень важно нам понять и моя задача показать основные признаки тех или иных типов маркетинг планов и сравнить в чем преимущество маркетинга компании и пиел почему сегодня компании пиел на международном рынке занимает лидирующие позиции будем в этом разбираться но сначала немного истории немного о себе кто меня не знает с вами не наша шукова голод амбассадор обладательница эксклюзивного кольца с 90 бриллиантами и именного золотого браслета от президента ну в принципе имею все награды которые есть компании пиел и участницы всех закрытых клубов моя история ну так принято в сетевом бизнесе рассказывать о своей истории она укладывается в принципе в этих четырех фотографиях имею три высших образования 25 лет педагогической деятельности вот один из моих любимых выпусков вот я на этой фотографии прошла вообще большой путь за эти 25 лет от учителя до директора школы вот в частности выступаю ну в общем путь славный педагогической в начале 90-х годов вместе с мужем держали свой бизнес так называемый традиционный бизнес это магазины это кафе это производство строительных материалов поскольку у меня муж строитель то соответственно занимались тем в чем немного разбираемся муж разбирается я на помощь все эти годы это 10 лет 90 готов мы были заложниками и рабами своего бизнеса работали по 18 20 часов в сутки естественно работали не на своих капиталах на кредитные истории и все что зарабатывали отдавали банки тогда это были просто бешеные проценты слава богу дефолт 98 года помог принять решение закрыть все виды нашего бизнеса и в общем остался выбор чем заниматься я тогда поняла что возвращаться в прошлое свою педагогическую деятельность наверное это будет неразумно поняла что вокруг все поменялось а когда меняются обстоятельства вокруг нас ну приходится меняться самому и надо это делать именно в это время я познакомилась и поверила абсолютно поверила в идею млм индустрии и в общем то с 2000 года я сетевой предприниматель в 21 год стажа сетевого предпринимательства прежде чем начать раскрывать нашу тему очень важную серьезную по маркетинг плану мне хотелось бы немножко пробежаться и оценить происходящее событие в июне и начале июля для важные для всех партнеров компании пиел в москве 13 14 прошел прекрасно все российские форумы и пиел 2021 главным организатором вдохновителем исполнителем была национальный директор а это минзефа фадеева большая умница молодец просто талант в ней организатора мы видим центре фотографию было очень много партнеров на этом форуме несмотря на ужесточение пандемии как раз именно в эти дни москве был принят закон о строгих мерах по распространению инфекции но собралось свыше 600 человек на этом фотографии немного это видно и самое главное на этом форуме присутствовал сергей сергеевич куликов наш президент он прилетел из своих длительных командировок из америки специально на этот форум чем бесконечно благодарны были вручение наград вот на фотографии наш амбассадор эмма поле из рук президента получила значок амбассадора и выступали очень много спикеров и наших лидеров наших партнеров но и был ака и всю твою команду за организацию это прекрасного мероприятия для меня 11 числа июня начал началось деловое турне по своим регионам но это уральский регион главным организатором и идеологом этого турне конечно было международный директор не на владимировна цирикович в общем с радостью и удовольствие и удовольствием в своих регионах первый город это набережные челны организатор событий мероприятий наш и пвк и шоу это было елабуга это был лидерский выезд мы были музеем дом музея марины цветаевой поэтессы вот как раз ее памятник фотографию памятника и рядом тот дом музей марины цветаев с удовольствием посетили это лидерская группа которая принимала участие из новом лидерском совете в городе елабуги следующий пункт назначения это был гвоздкова просто молодцы высочайший уровень организации мы видим по количеству наполненного зала люди партнеры приезжали с башкирии с татарстана были участниками этого события на сцене мы видим первого амбассадора елена тенеева инина владимировна цирикович очень благодарна нашим лидерам за такой высокий уровень организации этого турне ну и следующее город в котором мы побывали три дня это город уфа где главными организаторами были корпоративные директора потрясающие пара лесси левченко и рустем яфаем уровень нашего приема просто был но очень высокий это просто царский какой-то прием был благодарю вас дорогие партнеры главные организаторы конечно были они гульшат хамедулина первый амбассадор елена динеева и все эти три дня были очень напряженные работы начиная с утра там события вечером вечернее время это встречи с партнерами уже индивидуальные встречи три дня прилетели как один день благодарю всех партнеров башкирии татарстана кстати приезжали из татарстана и в и в набережные челны к нам а структура большая структура маргарита шигаева и корпоративного директора татарстана и конечно город славный город казань главными организаторами этого события здесь были венера шакирова корпоративные директоры и варентина николаевна дубкова корпоративный директор большое спасибо вам мои корпоративные директора было все очень классно было действительно очень такая мощная презентация и школы обучающие для лидеров это были лидерские школы все прошло просто замечательно две недели пролетели как один день благодарю нину владимировну цирикович международного директора который у меня турная закончилась казани потому что следующие были мальдивы семья уже со всей семьей запланировали раньше поехать туда я не смогла попасть в самару но не на владимировна продолжила это деловое турне благодарю всех участников этих событий ну и конечно невозможно не сказать хотя бы два слова это путешествие всей семьей нас семь человек были на мальдивах две недели счастья и все это благодаря компании пиел благодаря президенту сергей сергеевич куликову который впервые это был по-моему 2015 год на свой день рождения пригласил лидеров golden people в январе на мальдивы и вот тогда эта инфекция влюбленность мальдивы она порастила по моему всех кто там был и я мечтала просто всю свою семью вывести туда показать это чудо это сказку рядом со мной были мои дети были мои внуки и конечно была продукции компании пиел и даже наша малышка тоже презентовала косметику и очень нравится цвет наших коробочек но и теперь конечно мне хотелось бы сказать почему именно сегодня и пиел занимает эти лидирующие позиции прежде всего это конечно личность президента человека масштабного глобально мыслящего человек настоящего лидера международного уровня который вывел в общем-то вначале это была маленькая компания компания пиел вывел на международный уровень потому что он следил за современными тенденциями и делал все максимально со всей своей команды современную модель бизнеса сегодня это международный бизнес и если посмотреть на карту мира то сегодня это по моему уже более 60 стран мира присутствует и работает активно на с нашей продукции в нашем бизнесе в бизнесе компании пиел меня привлекает в компании вот эта динамика это постоянно открытие новых рынков привлекает то что сергей сергеевич не стоит на месте он постоянно в развитии началась пандемии а у нас уже была подготовлена платформа для ведения бизнеса онлайн и вебинарные комнаты проводили уже зумы и в эти два года когда в общем-то традиционный бизнес закрывался наш бизнес процветал и увеличивались товарооборота практически в два раза по-настоящему это бизнес под ключ потому что в компании продумано все до мелочей и сайт и информационной платформы обучающий можно не выходя из дома даже не имея спонсора рядом научиться всем тонкостям нюансам ведение бизнеса пиел на международном рынке это реально бизнес под ключ потому что свое производство у нас не болит голова за производство за сертификации потому что компаниями все международные сертификаты и то что сегодня на рынке мы но в ноябре будет 10 лет но никто не сумеет повторить нашу инновационные технологии аккумулятор сей наш продукт и поэтому мы сегодня работаем в отсутствие конкуренции это очень большой символ и для нас и большой плюс для того чтобы бизнес разбивался вот так динамично стремительно как развивать сегодня компании пел наш маркетинг план план очень прогрессивный вы в этом сегодня убедитесь когда я буду рассказывать более подробно о нем и то что мы сегодня зарабатываем деньги на уровне мировых лидеров из индустрии млм и входим в рейтинг и это конечно многое значит хотя обратите внимание мы малышки нам только 9 лет и где уж казалось бы нам равняться такими бородатыми компании на которые там 40 30 60 лет на рынке но мы наступаем им на пятки можно и так сказать компании все сделал для того чтобы нам было легче работа чтобы мы занимались чисто своей профессиональной деятельностью давали информацию занимались информационным бизнесом потому что логистика доставка продукции в те страны где официально компания открывает она осуществляется без нас логистика организована на высочайшем уровне бухгалтерия работает за нас сколько раз я пыталась как бы ну проверить не то что проверить но просто посчитать понимать как складываются мои бонусы вы знаете я удивляюсь всегда абсолютно сколько вешать миллиграммах называется абсолютно все точно выверено высчитанно так работает филигранно наш айти отдел наши бухгалтерии огромное спасибо им за это ну и конечно несколько слов то что наверное привлекает любого человека это праздник это путешествие это увидеть мир есть такая пословица или поговорка или не знаю фразеологизм говорят о том что нужно подниматься на вершину успеха не для того чтобы тебя увидели а для того чтобы ты увидел этот мир это ведь так точно потому что благодаря компании и пиел я побывала в 40 с лишним странах была в семи круизах и еще два круиза в запасе это конечно очень круто но а события которые организовывает компания они безупречны они креативные они яркие они интересны они не повторяющиеся ну просто влюбляешься побывал хоть на одном событии уже влюбляешься навсегда в компании пел не случайно говорят нужно быть на всех событиях организованных компаний и не одному а со своими партнерами то что мы с вами не смогли сделать замотивировать на бизнес на потребление продукции за нас это делают события компании события организованы нашими лидерами ну об обучении партнеров я уже говорила все созданные каталоги и брошюры и соцсети интернет информационные платформы и пиел офис все есть для того чтобы мы пользовались этими инструментами и были успешными и самый главный инструмент для зарабатывания денег это конечно наш маркетинг план но прежде чем говорить о нашем маркетинге мы должны понять в какой связке или в каком типе маркетинг плана он находится чтобы понимать общие тенденции развития и на рынке маркетинг планов млм и конечно тенденции развития нашего маркетинга разберем всего от несколько самых распространенных типов типов именно маркетинг плану потому что в каждом типе есть очень много под типов разных вариаций этих маркетингов мы не будем углубляться во все типы есть какие-то общие тенденции характеризующий тот или иной тип маркетинга я опиралась на и на литературе на свой личный опыт в книге множественные источники дохода финансовый аналитик роберт таллин называет пять видим видов маркетинга но вот я встречала в жизни это четыре типа маркетинг классический бинарный матричный линейный он называет еще откол но откол в той или иной мере существует в некоторых маркетингах в этих типах указанных мною остановимся сначала коротко потом чуть углубимся в каждый из этих типов начнем с линейного это система прямых продаж по этому марку маркетингу и известные мировые компании бренды как цептор какой-то степени эйвен мэри кей ну и ряд других компаний это то что вот я приблизительно знаю линейный маркетинг мы должны сразу это понимать это стратегия спонсирование одной линии партнеров без ограничений но вот именно вся первая линия может подписывать сколько угодно человек собственно каждой компании в каждом типе маркетинга это не запрещается но доход получаешь чаще всего максимум на три уровня и основной доход который приносит твое бесконечное подписание это очень сложный маркетинг он не для всех линейный маркетинг там очень много не заработать я знаю лидера например септора не владимировна цирикович который в цепле 10 лет работала человек который умеет прекрасно продавать потому что маркетинг рассчитан на личной продажи ну вот вы представьте каждый месяц закупки септоре были 2200 евро но это больше ста тысяч рублей даже больше если по современному курсу больше со 50 тысяч рублей каждый месяц плюс еще дополнительно нужно выполнить семьи условий чтобы наконец заработать там 100 150 тысяч рублей и не на владимир очень сильный лидер была в этой системе и линейных продаж но больше чем озвучила я цифру она не зарабатывала поэтому более подробно линейный маркетинг я не буду рассматривать при нашей первой встрече с неной владимировны я помню когда наявляю расскажите что такой цепторы чем занимается какой маркетинг когда она мне сказала я просто была настолько потрясена я зауважала сразу этого человека я сказал снимаю шляпу вот так каждый месяц делать такие закупки и столько продавать это не каждому по силу это действительно люди продавцы по натуре и просто хочу сказать я бы этого не смогла сделать это точно мы к нему больше не возвращаемся но помним что линейные маркетинг это маркетинг направлены на продажи и в общем зарабатывать там много пределы даже десяти тысяч долларов но это сложно или почти невозможно второй маркетинг тоже для меня со знаком минус это матричный во всех его вариациях там делящиеся не делящиеся матрицы мы углубляться в него очень не будем все-таки коснемся матричный маркетинг предлагает заполнение всех ячеек матрицы вот обратите внимание матрицы бывает три на три первая цифра ну мы чуть позже это будем говорить это первая линия а вторая цифра это глубина и вот каждая ячейка на три уровня а если это глубина на 5 уровней и 5 из 5 5 личников и каждый должен по 5 заполнить все ячейки а если это глубина на 7 уровней и если какая-то хоть одна ячейка не будет заполнена матрица не закрывается деньги не получаем вот если коротко но объемные для меня матрица я всегда говорил это удавка я я никогда даже близко не приближалась к этому немного потом еще вернемся поговорим о матрице бинарный я работала бинарных и классических маркетингах бинарный маркетинг во всех вариациях бывает несколько видов их действительно сам много на самом деле много но вот я работал в циклическом степовом и верном бинаре бинар все-таки это работа полегче так скажем матрицы и линейного маркетинга это работа по двум направлениям бейта 2 и построение всего лишь два направления две ветки левая ветка или левая нога как мы говорим правая ветка или правая нога это все-таки не так сложно вот как бы построение бинара сразу хочу сказать чем он отличается здесь не обязательно вот для верхнего человека любой из них может быть верхним человеком меня обязательно заполнение всех ячеек первый быстренько пригласил одного сюда поставила второго сюда у него еще появились лидеры он уже здесь стоят приглашенные следующего своего перелива уже называется совет в ту или иную ветку своих лично приглашенных и в принципе как говорят народе это может развиваться цепью и за конечно быстрее развиваться будет бизнес если быстрее будут приходить доходы если заполняются все все ячейки ну и наконец классический маркетинг это самый распространенный один из самых первых маркетингов в млм индустрии во всех вариациях это такие известные гиганты как амбэн юзки на iew play ниши что такое классика классика это не ограниченное количество ветвей в первой линии в этом отношении совпадает слиний нам ну чаще всего классика классика базируется должны быть пять веток для того чтобы делать квалификацию плюс бытовой товароборот а бытовой товароборот это как раз вот неограниченное количество ветвей в первой линии и конечно второй показатель классического маркетинг-плана – это то, что ограничение выплат из глубины. Если в бинаре обычно выплачивается на всю глубину, за что и любят бинар многие партнеры, то классик, она ограничивает выплаты из глубины. Ну, давайте, наверное, чуть подробнее коснемся, ну, того же матричного маркетинг-плана. Вот у меня идет первый тут слайд по матрице. Матричный маркетинг, как я уже сказала, и это мы должны запомнить с вами, в этом его минус, предполагает заполнение всех ячеек. В этом, собственно, коварство матрицы. Объясняю, показываю. Если вы молодец, вы выполнили матрицу 3 из 3, да, вас сумели повторить, ну, вот, допустим, два партнера этих повторили, а третий двух пригласил, а еще одного, ну, не может пригласить никак. Такое случается, мы это с вами знаем. Два-то бывает людям сложно пригласить, да, а здесь не пригласил. Хорошо, если только одна ячейка не заполнена, тогда кому это выгодно, выгодно верхнестоящему, он может своими деньгами заполнить эту ячейку. Ну, а если вот здесь не пригласили двух, и если в третьей матрице вот здесь не пригласили тоже одного-двух, понимаете, я называю матрицу, вот почему давкой, вот эти незаполненные ячейки, они требуют заполнения, иначе денег матрица не закроется, денег вы не получите. Поэтому очень важно понимать, когда мы идем в матрицу, понимать, что это должна быть огромная команда, заранее, наверное, прописанная, чтобы все ячейки заранее были заполнены, иначе это культурный отъем денег у населения. Тогда приходишь, чтобы получить хоть какие-то деньги, или вернуть свои деньги, приходится заполнять вот эти красные кружочки, незаполненные ячейки. В этом товар со матрицами. Ну, как я уже сказала, матрицы могут 3 на 3, то есть вот как здесь 3 и в глубину 3 уровня, вот 3 на 3 матрица показана. А если она 5 на 5 матрица, то есть 5 у вас должно быть лично приглашенных, и каждый на 5 уровней пригласить и заполнить все ячейки, каждый должен продублицировать 5 человек, 5 человек, 5 человек. И так ширина растет, и в этом случае обязательно несколько незаполненных ячеек будет, понимаете? Вот оно, коварство матрицы. Или вы свои деньги вкладываете, или мечетесь быстро, ищите партнеров, которых можно подписать и включить в эту матрицу. Но уже не говорю матрица на глубину 7. То есть пока 7 глубина не закроет, денег не получите. Ну, идеальный вариант, когда все все закрывают, и матрица закрывается, и деньги получает. Но здесь второе коварство. Ну, при заполнении всех ячеек матрицы я сказала, что выплачивается вознаграждение только еще раз при заполнении всех ячеек матрицы. Я вот эти матрицы, при слове, я прям сразу бегу, даже не стараюсь углубляться туда. Ну и раньше, как я только поняла, что это значит. Да, честно говоря, я ни разу не была матрицей, ни разу в ней не работала. Кстати, чаще всего, закрыв первую матрицу, человек переходит, участник переходит к заполнению новой матрицы, и что очень плохо опять собирает новую команду. Практически заново строить бизнес. Это вот что? Это как? Это вот действительно не под силу будет, ну, или под силу редко кому. Ну, чаще всего матрица использует финансовые пирамиды, или так называемые инвестиционные матрицы, идут по этому пути. И вот люди тогда подписывают брата, свата, внучку, собачку, жучку, всех, чтобы заполнить все ячейки этой матрицы. Поэтому для меня однозначный вывод. Ну, во-первых, по отношению к финансовым пирамидам, я четко определилась, даже если там можно заработать деньги, когда меня приглашают, ну, вы со своей структурой, вы сразу там все закроете, сразу заработаете. Нет, мне таких денег не надо, потому что рано или поздно все финансовые пирамиды, они заканчиваются. Даже если я лично заполню все ячейки матрицы, мне это не нужно. Более человечный маркетинг – это бинарный маркетинг-план. Я сейчас рассказываю о четырех типах маркетинга, потом только перейду к характеристике маркетинг-плана компании EPL. Бинарный маркетинг, вот схемы показаны, бывает B – это 2, бывает 3 нар, вот 3, как здесь показано, в случае с компанией это 9 нар, но об этом поговорим чуть позже. Бинар – это работа с двумя направлениями, на две ветки, что значительно облегчает труд поиска партнеров. Но это не значит, что в бинаре можно подписывать только двух. Ради бога, подписывайте сколько угодно, если вы в таком классическом бинаре работаете, не в тренаре, не в девятенаре, как в компании EPL, и ставьте, особенно в первое время, своих лично подписанных партнеров в ту или иную ветку, так называемые переливы. Варианты бинара поэтапные бывают. Это циклический чаще всего бинар, это классика. К нам это не относится. Компания EPL использует только плюсы бинара, не использует циклический бинар, так как он обрезной, закончился цикл, и в большой ветке все обрезается. Весь товарооборот не засчитывается на второй цикл. Бывают степовые степы, это шаги. Если поэтапный бинар, там, допустим, 5 плюс 5, 15 плюс 15, только тогда получаешь свои деньги, то степовый бинар, он короче. Допустим, 3 плюс 3, 3 плюс 3, вот эти троечки, 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 и тогда можно зарабатывать деньги. Он более быстрый, выплатый, более динамичный, но быстро заканчивается. Компания, работающая по степовому бинару. Есть еще верный бинар, и в том, и в другом, и в третьем я работал, но не будем углубляться. Компания из этих бинаров взяла только положительные, об этом будем говорить чуть позже. Конечно, для бинара, за что его люди любят, характерен такая динамика, динамика роста структуры, динамика роста чеков, бонусов, и порой, если уж очень повезет, человек пригласил двух всего партнеров, у него ветки работают, строятся, и он зарабатывает деньги, в общем-то, имея пассивный доход, так называемый. Я не знаю таких партнеров, хотя встречаются. Конечно, у участников классического бинара создается впечатление, что система работает на их доход сама. Сама она не работает. Если лидер не работает, значит, за него работают другие лидеры. И это несколько неправильный подход к бизнесу. Я думаю, что бизнес требует личного участия непременно. Даже тогда, когда ты находишься на высоких позициях, ты получаешь большие бонусы, хорошие чеки, ты обязан вкладывать и сердце, и души, и знания в этот бизнес. Как я уже сказала, действует система перелива в бинаре. Вот стрелочки эти показывают, что вы не ждете, когда этот человек успеет, он или не успеет пригласить своих двух, а у вас уже есть кандидаты. Вы регистрируете их со своего бэк-офиса и ставите в эту ветку, там следующий, ставите в эту ветку, ну или в эту ветку, смотрите уже, где большая, где малая ветка. Это уже стратегия развития бизнеса в бинаре. Чем хорош бинар? Почему его люди полюбили на заре такой махровой классики, типовых маркетингов, полюбили бинар? Ну, как я уже сказала, два направления развивать легче. Это раз. И второй – еженедельные выплаты. Если в классике выплаты обычно по окончании месяца, один раз в месяц, подводятся итоги, в течение 10 следующих месяцев подводятся эти итоги, и где-то только в середине следующего месяца выплачивается бонус, то в бинаре – это еженедельные выплаты. Я работала в бинаре, и это всегда очень радовало. Как я уже сказала, в классическом бинаре предусмотрено сгорание бонусов, обрезание так называемое. Если цикл закрылся, ну, допустим, циклы чаще всего были 45 на 45, такое сочетание. Но в одной веке у вас 100 человек, а в другой – 45. Товарооборот прошел такой. В следующие 65, или сколько, 55 человек, они просто вот этот товарооборот, он сгорает, идет обрезание. В общем-то, отдать должное компании EPL, я к этому несколько раз вернусь. У нас 9-нар и 3-нар, на каких ветках вы работаете, он безобрезной. Большой ветке всегда остается запас. Ну, или выбирается весь запас. Так, ну, еще несколько слов о бинарном маркетинг-плане. Для получения выплат товарооборот нужно равномерно распределять. Ну, это в классическом бинаре. По ветвям в своей структуре. То есть, бывает прежде, соотношение 50 на 50, бывает 60 на 40, 70 на 30 – это более клиентоориентированный бинар. Потому что, как правило, в любом бизнесе, в классике, в бинаре, неважно, всегда одна ветка лидирует. Всегда. Вот. И в данном случае, в классическом бинаре требуется по... Вот, отношением. Ну, и, конечно, в чистом виде, бинар бывает очень недолговечным. Классический маркетинг-план, мы о нем уже проговорили. Это... Да, да, я вижу. Классический маркетинг-план, мы о нем проговорили. Это неограниченное количество ветвей в первой линии. Часто его называют солнышко, вот оно нарисовано. То есть, количество лучей в классическом маркетинге, так называемый боковой товарооборот, может быть бесконечно. Но чем характеризуется еще классический маркетинг-план? В глубину подобный компенсационный план имеет ограничения. Ну, максимум 10 поколений входят в оплату. Остальные не оплачиваются. Поэтому классический маркетинг-план используется в подавляющем большинстве компаний, так как выплачивается минимальный процент в сеть от товарооборота. Вознаграждение выплачивается раз в месяц, как правило, я уже сказала. И чаще всего классику используют большинство компаний, потому что, используя классику, ты не можешь уйти в минус и можешь существовать вечно, многие годы. И компании PEL тоже используют классику. Это дает устойчивость бизнесу. Так, ну, недостаток здесь такой, чтобы появился постоянный высокий пассивный доход у дистрибьюторов. На это нужно потратить очень многие годы в классическом маркетинге. Недостатки маркетинга. Ну, я их уже назвала, это бесконечное рекрутирование, потому что нет бокового товарооборота, чека может не быть. Это угроза обгона нижестоящих дистрибьюторов. Вот как пример в Amway, например. Если вы на 21% вас догнали и, не дай бог, перегнали вас по товарообороту и по процентам и по квалификациям, вы теряете этот откол, вы теряете эту ветку ноль. Это потеря бонуса. Вот что сказал по этому поводу, по вот этим масштабным, большим компаниям, которые много лет на рынке, Роберт Аллен, книги «Множественные источники дохода», глава 9. Свыше 75% всех компаний в сетевом маркетинге используют схему откол или лестница, которая особенно популярна у таких гигантов, как Amway, Шекли, Ньюскин. На мой взгляд, ну, известной в мире компании, на мой взгляд, пишет Роберт Аллен, представляемый имя сетевой маркетинг уже морально устарел. Не я это сказала, это Роберт Аллен. И далее цитирую. Компании старого типа испытывают трудности. Старого типа, кто 50, 60, 30, 40 лет на рынке работает вот в этой древней классике. Компании старого типа испытывают трудности с переходом на более совершенные компенсационные планы, поскольку огромная армия и их дистрибьютор накрепко завязла в системе. Роберт Аллен. Посмотрим на комиссионные выплаты в индустрии MLM, чаще всего это классические маркетинги, вот, в 2020 году. Это средний процент выплат в сеть 34 с лишним процента, 34,65. И вот позиции, это по данным сайта Business for Home, 2020 год. Обратите внимание, TapperWare 15% с небольшим выплачивают, GearBallet 27% с небольшим, Amway 29%, NewSkin 40% сеть выплачивает, Tussana 44%, Yuva 51%, ну, небольшим, EPL Go 63%. Мы занимаем вот такая у нас щедрая компания. Переходим к маркетинг-плану EPL. Время еще есть? Я успею. Маркетинг-план EPL, он гибридный, но не зная вот этих типов компаний, невозможно понять и оценить, какой у нас потрясающий, уникальный маркетинг в компании EPL. Так вот, маркетинг-план EPL гибридный, потому что он лучший взял из бинара, сделав его девятинаром, но дает возможность работать и по бинаре, и по тренару, ну и так далее. И лучший взял из классики, классический учет. У нас два вида учета. Бинарный учет и классический учет. По бинарному мы выстраиваем свою сеть, используя переливы, и получаем несколько видов бонусов. Это стартовый бонус, это групповой бонус на всю глубину, причем, без обрезания до 8 доходных веток. Это 15, от 15 до 30 процентов только группового бонуса с малых веток во всю глубину. На это обратите внимание. Это нет здесь какого-то поколения 10-го, 15-го, на всю глубину. Нет обрезаний, сохраняется товаром в большой ветке. Это очень важно. Выстроить это неправильный подход. Надо работать во всех ветках, куда нас приглашают работать. И потому что мы создаем некий запас. И, конечно, еженедельные выплаты, вот эти плюсы компания взяла из бинара, только увеличила процент выплат. Теперь переходим к классике. Всех, кого мы лично регистрируем со своего бэк-офиса и расставляем ветки по бинару или тринару или девятинару, то все эти люди в автоматическом режиме, все эти партнеры в классическом учете, в автоматическом режиме, подчеркиваю, становятся нашим первым уровнем. Я смотрю на схему и прошу вас также смотреть на схему. Вот вы, и здесь вы. Тут вы своих лично приглашенных выставляли в две или в три ветки, ну или в четыре, или в пять, или в шесть веток. Все они в классическом учете являются вашей первой линией. Под ними вырастают структуры, ну сколько личных приглашенных, столько структур, сколько лично приглашенных активных строителей бизнеса, столько под вами структур. Поэтому запрещение расширять и рекрутировать бесконечно свою первую линию у нас не запрещается, а поощряется. Это наши бонусы, это наши доходы, это наши деньги. Причем плюс такой, что мы не сами это делаем, а делает за нас автоматика, компьютер, который выстраивает нам классику, классический маркетинг. Если по первичному входу мы получаем практически три вида бонуса, стартовый бонус, групповой бонус и классический лидерский бонус, он зависит от товара оборота и от бонусов группового бонуса, с одного товара оборота со входа. Лидерский бонус это уже типичный классик, вот типичная классика, потому что выплачивают нам в зависимости от квалификации На 7 уровней выплачивают лидерский бонус, который привязан к групповому бонусу лидеров на 7 уровнях. Это дает устойчивость бизнесу. Вот за это классику любят. Это устойчивость бизнеса, наш лидерский бонус. Ну и структурный бонус выплачивается с 6 уровней. И структурный бонус, рост бонуса в глубину, такого нигде не было. Чтобы первая линия, вот лидерский бонус дает нам типичную классику. Рассмотрим на следующем слайде. А структурный бонус, классика наоборот. Если мы не даймонды, то начинается с минимального процента, с первой линии. И на глубину, где растет ширина, где большое количество людей, растет процент выплат. 5, 6, 7, 8, 9 и 6 уровень 10. Ну а даймонды вообще в шоколаде. Почему нужно обязательно говорить партнерам, идущим на бизнес, что надо быть даймондом. Это 10% на 6 уровней структурного бонуса. Конечно, я называю это бизнес в бизнесе, потому что это отдельная оплата всех вторичных закупок. Так, ускоряемся. Плюсы бинара в АПЛ – это возможность работать по двум веткам и достигать всех люксовых квалификаций. Обратите внимание, всех люксовых квалификаций, кроме краун-амбассадор. Там нужно 9 веток. То есть работать по 9 нару. Второе. Возможность открывать постепенно 8 доходных веток. Третью укрепили, две третью. Третью укрепили, четвертую ветку. Итак, возможность открывать 8 доходных веток. И уже в чистом виде нельзя считать это бинарами, взятые из бинары, но не четко классический бинар. То, что еженедельные выплаты – это взятые из бинара. Ежесекундное начисление бонусов, как бинарных, так и классических. Мы это с вами видим ежесекундно в своем бэк-офсе. И старт-бонус, и групповой бонус, и структурный бонус, и лидерский бонус – это уже классика. Мы видим ежесекундное начисление. В классических маркетингах раз в месяц мы можем только подводить итоги и получать эти деньги. У нас еще раз на этом заслуживаю, нет сгораний по большой ветке. Нет сгораний. Большая ветка выгодна нам, потому что она дает возможность со всех остальных получать, если мы, Даймонда, 30% группового бонуса. И получение группового бонуса на всю глубину – это особенность только бинарных компаний. Многие приходят, ой, это бинар, даже не в них, не разобравшись. И не желая разобраться. Я не люблю бинары. А что плохого – бинары? Извините, нам на всю глубину платят с малых веток. И это здорово, это классно. Поэтому у нас такие большие бонусы. И то, что это командная работа, это дает возможность только именно такая командная работа – переливы. Переливы – это уже четко и понятно, что это командная работа, а не просто мы команда. Любой товарооборот в малых ветках, он оплачивается. Это большой плюс. Любой товарооборот. Не надо ждать, когда этап закроется. Не надо ждать, когда степ произойдет. Любой. Прошел один контракт в малой ветке, пусть 3 копейки, на 5 тысяч человек заключил на 100 условных единиц контракт, вы за него получаете деньги. Потому что любой товарооборот в малых ветках, не ожидая накопления, выплачивается. Это чудо. Это чудо. Это я встретила только в компании EPL. Бинар знаю, классику знаю. Плюсы классики тоже есть время, тоже рассмотрим. Посмотрите, вроде бы казалось, здесь есть ограничения на 7 уровней, выплачиваются деньги, да. И проценты типично классический подход к выплатам процентов. Но в чем плюсы классики? Наш лидер именно в компании EPL. Плюсы классики в EPL – это лидерский бонус. Лидерский бонус мотивирует растить лидеров из лично приглашенных, потому что 20% группового бонуса – вам премия лидерского бонуса. Чем больше зарабатывают ваши люди по групповому бонусу, тем больше денег получаете вы. И выгодно также работайте ниже, не на ниже стоящих лидеров, потому что это тоже определенный процент лидерского бонуса процентов. Ну и дальше, если у вас два только лично приглашенных, так, проблемы с интернетом, два лично приглашенных, вы имеете в целом структуру 254 человека. И неплохо, с каждого, условно говоря, там по 10 рублей, и у вас уже приличные деньги лидерского бонуса. Если у вас три лично приглашенных в классике, это три структуры, здесь уже 3279 человек, ну при идеальном раскладе, тогда, когда все выполняют как матрицы, заполняются все ячейки. Но такого в бизнесе я не встречала, идеального заполнения всех не встречала. Ну даже если это будет там полторы-две тысячи человек, лидерский бонус у вас будет приличный, если это лидеры, которые строят структуру. Ну а если, как в классике, обязательные 5 человек, это уже почти 100 тысяч человек, 97 человек, да, извините, по одному доллару это 97 тысяч долларов. Ну это, разумеется, при идеальном раскладе. Поэтому лидерский бонус для нас это плюс, он нам дает устойчивость, он мотивирует нас не спать, растить своих лидеров и радоваться успехам лидеров, даже если они вас обогнали в квалификации. Я помню, когда Евгения Новика, мой лично приглашенный, закрыла премьер-директора вперед меня, Сергей Сергеевич, поздравляя ее на сцене в Москве, на Тихинской в офисе, сказала, Семен, наверное, обидно, вот она первая закрыла ее, нет, Сергей Сергеевич, 20% ее группового бонуса это мои, поэтому я радуюсь ее успехам. Итак, еженедельные выплаты лидерского бонуса и ежесекундное начисление, это я вижу только в компании PL. Это классические выплаты, которые должны, казалось бы, раньше так и было у нас. И лидерский, и структурный бонус выплачивался один раз в месяц по итогам месяца. Но наш маркетинг, в отличие от многих других, улучшается, делается все больше и больше клиента-ориентированный маркетинг для нас, для дистрибьюторов. Поэтому наш лидерский бонус, он так же, как и бинар, еженедельные выплаты, ежесекундные начисления. И поэтому вот это такая жесткая классика, высокий процент на первых уровнях, и там, где расширяется ширина седьмого уровня, 2% дает устойчивость. Но мы имеем в виду, если эти 2% часто бывает, что самые крупные, большие лидеры или активные лидеры начинают там в глубине работать, эти 2% могут быть даже больше, чем первые 20%. Так, продолжаем. Вот наш структурный бонус, о нем отдельные песни, я укладываюсь. Сетевой бизнес – это структурный бизнес, и структурный бонус – это просто сплошной плюс. Это бизнес в бизнесе, потому что выплачивается отдельные деньги за все вторичные покупки на 6 уровней. Бонус насчисляется от суммарного объема активности структуры на 6 уровней. Независимо от квалификации, я это подчеркиваю, если лидерский бонус и уровень получения лидерского бонуса привязан к квалификации, то структурный бонус – это абсолютная демократия. Уровень активно кушает наш продукт, то вы получаете структурный бонус. Для всех статусов, кроме даймонда, проценты указаны, видите, растет ширина, вот здесь больше и больше людей, и процент выплат растет. Классика наоборот, такого в классике недопустимо. А у нас, опять же, в пользу нашу копилку, в пользу дистрибьюторов. И, естественно, выгодно даймонду, потому что 60% со всех, ну, по 10% с каждого уровня, 6 уровней, 60% мы получаем структурного бонуса. Так, что еще здесь сказать? Хочу сказать следующее. Есть еще бонус бесконечности. Он действует с 7 уровня, но только для премиум-квалификации. И вот почему еще выгодно достигать высоких квалификаций национального директора, премьер-директора, международного директора, потому что уже действуем и получаем деньги на всю глубину. Ну и еще особое спасибо за компрессию. Компрессия динамическая. Если какой-то человек у вас, ну, вот на этом уровне, не забыл, не проплатил свою активность, но подтягивается из нижних уровней, подтягивается с нижней стоящей уровней, и вы ничего не теряете, зарабатываете деньги. Обожаю структурный бонус. Он один из значимых, весомых в общей копилке бонусов, ну, лично у меня. Спасибо, Марина. Спасибо. Итак, источники дохода. Не каждая компания может давать вот такое количество доходов. Ну, начальные. Практически все компании дают начальные доходы. У всех есть. Неважно. Это комиссионный спродаж. Никто не запрещает продавать. Продавайте. У меня это плохо получается. Я дарю чаще всего. Но у меня есть один потребитель конкретный, который подписываться не буду. Он в другой компании работает, но обожаю ваш продукт и покупает у меня. Возвратный бонус. Это из каталога другого all-time, да. И клиентский бонус, который недавно появился, который может в автоматическом режиме. Я уже подробно о нем рассказывать не буду. Есть клиентский бонус. Начальный бонус. Есть основные бонусы. Стартовый бонус за личное приглашение. Групповой, о котором я говорила. От 10%. Даже 10% кто вошел на минимальный стандус. Это хорошие деньги с товарооборота малых веток. Ну, а 30% это вообще весомое. Лидерский бонус. О нем только проговорили. Или структурный бонус, о нем только что проговорили. Это основные виды бонуса, основные источники нашего дохода. Специальный бонус. Я их люблю, потому что я их получаю. Бонус жизни. Или иначе он у нас назывался пенсионный бонус. Говорю, 25 лет отработала в школе, я всегда это говорю. Моя учительская, педагогическая пенсия. 12 тысяч рублей добавили, было 11 900 рублей. Прибавили в пандемию. Гуляй, ни в чем себе не отказывай. Моя пенсия в компании, пел, это практически 300 евро. Ну, это во сколько? В 2,5 раза больше, чем моя педагогическая деятельность за 25 лет, оцененная такой пенсией. Это бонус жизни. Актив бонус, мелочь, а приятно. Представительский бонус начисляется, я вас заверяю. Вижу, вчера проверяла, за июнь был представительский бонус. Бонус руководителя касается тех, кто держит РСО. Ради бога. Получайте, зарабатывайте. Директорский бонус. Это все есть. Вот они, еврики. Людмила Дерягина, Евгения Новикова, Нина Шушукова. Полученные еврики. Когда-то и наличные получали. И, конечно, вот люксовые это путешествие. Вот это мы в Майами на яхте. Миллениум. После летней академии в Майами. По нам надо ехать. Кого приглашают. Мы путешествуем на яхте по Атлантике. По Атлантическому океану. Вместе с дорогим Сергеем Сергеевичем Куликовым. Путешествие. Возможность зарабатывать и дарить своей семье. Это мы на Мальдивах. Своей семье дарить вот такие прекрасные путешествия, такой отдых. Украшения, пальцы, браслеты от президента. Много всяких золотых украшений. Там и шмели, звездочек и так далее. Денежные премии. Это все дает компания EPL. Ускоряемся. Итак, преимущество маркетинга. Как бы итоги. Хотя все это мы проговорили. Взято в нашем маркетинге лучшее. Из бинара и из классики. Все это говорили. Если вы сделали фотографии, у вас все это есть. Потом улучшился маркетинг. Теперь у нас единая цена продукта. Для всех и для вновь поступающих в бизнес. И для нас, старичков. Цена для всех одинаковая. Стартовый бонус. Выплачивается до 30 тысяч рублей. Специально не называю процент. Потому что раньше на слайде у меня есть. Где стартовый бонус процент. Называю деньги. Групповой бонус. Тут до 30 процентов с 8 доходных веток. Лидерский бонус. До 20 процентов. Это только первая линия. У нас. Вот я на 7 уровней получаю лидерский бонус. Он хороший. Структурный бонус обожаю. Потому что с каждой, с каждой на 6 уровень. Да еще компресс. Возвратный бонус получаю. Потому что люблю наш кофе. Много беру кофе. Киселей, зубные пасты. Короче, все, что есть в каталоге. Это наш повседневный стол. Бонус жизни я уже сказала. Актив бонус получаем. Да, он небольшой. Мелочь, а приятная. Если посчитать, это практически половина стоимости коробочки. Спасибо, Ирина Есенина. Благодарит меня. Специальные бонусы. О них мы говорили. Люксовые бонусы. Это путешествия. Это украшения. Это подарки. Это поездки. Это люксовые бонусы. Но до них, конечно, надо дорасти. Ну и многомиллионные лотереи, уважаемые. Даже расти не нужно. Участвуйте в лотереях, дающие возможность выиграть потрясающие призы. Все. И техника, эпловская техника. И айфоны 12. У меня он появился на день рождения этой зимой. 12-й айфон. А у нас он, пожалуйста, разыгрывается. Даже если вы новичок. Участвуйте в лотереи, получаете огромное количество призов, подарков. Во всех наших чатах отчет по выигрышам. Есть какие многомиллионные суммы, в том числе и денежные призы, разыгрывает компания. Ну и как финансовый результат? Показываю динамику финансового результата в ИПЛ. 16-й год. Это слайд, вы знаете. Это слайд от компании, чеки Радченко Владимира, 16-й год. Мой чек, Евгений Новиковый чек. 17-й или какой? Да, 17-й год чек вырос, вырос, вырос. Динамик роста чеков, ну вот моих и Жениных в данном случае. 18-й год вырос чек. 19-й год вырос чек, и у Жени у меня. У Жени даже впереди идет меня. Радуй, Женя, за тебя. 20-й год, как видим, вырос. Вон он уже в долларах, не в евро. То есть динамика чеков есть. Да, я не шла так быстро к этим чекам. Я потратила на это 9 лет. Но я не шагала влево, а вправо. Только прямо. Была цель, была любовь, было понимание, что такое компания EPL. Вспомните мои первые слайды. И, соответственно, искать что-то другое на стороне. Ну, просто, да, смешно для меня это было. Вот. И, конечно, не только мы там, которые первые там чеки, первые тройка чеков, да. Топ-30 чеков. Это действительно хорошие, солидные чеки. К сожалению, слайд не умещает все количество людей. Не видно их чеки. Но это очень и очень приличные чеки. Посмотрите, суммарный чек первой десятки – это больше 4 миллионов евро в год. Средний чек топ-30 – это почти 200 тысяч евро в месяц. Ну, это круто. Вы знаете, лучше всего говорят цифры. И вот эти цифры – это есть то, что характеризует финансовый результат компании EPL. И, разумеется, компания EPL, как и большинство компаний, особенно классического плана, в бинарах это как-то в меньшей степени, существует признание. И все, что есть в компании EPL, все награды, все клубы, я благодарна руководителям, моим спонсорам Сергею Сергеевичу Куликову Ольге Владимировне, вице-президенту Александру Михайловичу, что они видели малейшие мои усилия, видели, замечали это и награждали. Не могу не сказать о достижениях на компании EPL на мировом рынке. И это по данным, официальным данным, лучший продукт для иммунитета. Помним, Гроу, да, мы голосовали на Business for Home, но настолько это любимый продукт. Мои внуки очень любят его, Гроу. Мы стали лучшим продуктом для иммунитета по результатам голосования. Лучшие компании прямых продаж. Ну, все сетевые компании, кто продает от производителя сразу к потребителю, это, конечно, система прямых продаж, несмотря на разные типы маркетинга. И мы лучшие компании в системе прямых продаж. Лучший маркетинг план, 63%, помним, выплачиваем, вот он, 63%, да. Сайт компании на 9 языках, ну, они расширяются. Это, возможно, мне и старая информация не проверила, не успела вот перед этим вебинаром. Но это факт, расширяется, расширяется география страны, новые страны, новые языки. Более 60 стран сегодня уже официально в компании PL. Ну, и много потребителей еще неофициально в других странах. 16 открыто представительством. Комиссионные выплаты в компании, в структуру. Вот они, нас радуют, мы первые. То, что компания ТОП-60 ходит по уровню дохода среди компаний в рейтинге прямых продаж. Это рейтинг DSN Global, журнал такой, проверял, и это так. Лидер отрасли России 20 по результатам финансовой деятельности компания получила кубок. Ну, и, конечно, то, что компании присвоен знак стабильной финансовой надежности 3А с плюсом. Компания имеет наивысший рейтинг финансовой надежности. Это Business for Home. Это великолепно. Мы находимся в прекрасной компании. Надежной, стабильной, развивающей, не стагнирующей, а вот именно развивается по всем нашим континентам. Это классно. И, конечно, огромная благодарность руководству Сергея Сергеевича Куликову, основателю, президенту компании EPL, лидеру мирового уровня и Ольге Владимировне Куликовой, креативному директору компании EPL, главному редактору журнала EPL за уникальный проект. Уникальный проект. За этими людьми им нужно доверять, за ними нужно идти, и вместе с ними можно воплотить все свои мечты. Это факт. Я тому пример. И всем вам желаю, даже если в начале что-то не получается, то Вселенная всегда на стороне мечтателей. И все ваши мечты именно в компании EPL сбудутся. Благодарю вас за внимание. 9 минут лишних у вас отняла. Рада была встрече с вами. Хорошего вам вечера. И самое главное, плодотворных, рабочих, по настроению, когда нам хочется, тогда работаем. А нам всегда хочется работать. С вами была Голд Амбассадор Нина. Спасибо. Спасибо вам, что были со мной.